30 марта в физкультурно-оздоровительном центре Полессии Рена состоялся настоящий праздник волейбола. И право финал оправдал ожидания даже самого взыскательного болельщика, который, конечно же, не мог пропустить эти игры. Бронзовый матч и спор за золотые медали. Вначале на площадку вышли команды, оспаривающие третье место дружины МЧС и Мозорского пограничного отряда. Победа стала за пограничниками 3-1, которые стали бронзовыми призерами. После главный поединок в финал, где встретились третья команда первой в эстерии Лиги Полессия 2022-2023 «Энергия» и новая сборная «Бензосоль», объединившая по своими знаменами ведущих волейболистов «Нефтепрерабатывающая завода» и «Мозорьсоль». Из-за травмы Максима Мартиновича, состязаний в качестве тренера Ириш Паковского и делового путешествия Алексея Капустина сборная команда не досчитала своих ключевых волейболистов. Посему неудивительно, что вначале инициативу захватила «Энергия», которая уверенно шла к победе, как казалось. Но выиграв первую и вторую партии, эта команда не сумела сделать последний шаг к победе. Словно секрет победного топлива перешел к «Бензосоль», где блистал Денис Захаревич, славно влившийся в коллектив и вместе с своими товарищами, сумевший достигнуть общей победы 3-2 «Бензосоль». Игра была действительно тяжелая. Единственное, в связи с травмой я, в принципе, все матчи и команды пропустил, но вот кроме вот этого финального, где уже понятно, что на протяжении игр были такие моменты, было очень много травм, вот, опять же, у кого-то работа, ну, и личные проблемы, вот. Ну, действительно, я думаю, болельщикам Мозыря понравилось, особенно нашим болельщикам, которым большое хочу передать спасибо, что пришли сегодня нас поддержать. Вот, и, ну, приходите чаще на волейбол, я надеюсь, что таких мероприятий в Мозыре будет только больше. Этот турнир был как воздух необходим Мозырскому волейболу, мужскому волейболу, если быть точнее. Сегодня состоялся праздник, праздник волейбола мужского в городе Мозыре. Лига Полесья 23-24 завершила. В этом году получилась интрига. МЧС и воинская часть создали конкуренцию более сильным командам «Энергия» и «Бензосоль». Вы видели финал, как прошел. В следующем году, надеемся, что пополнится еще наша лига, потому что все игры, которые проходили на высшем уровне, трансляции прямые были в интернете, все были оповещены, когда проходят игры. Основное, конечно, мы играем для болельщиков. Сегодня вы видели, что делается. Поэтому мои призы, вот мой автосервис Сосновый учредил, даже лучшим болельщикам, там более стабильно, которые посещали игры и болели за свои команды. Еще раз всем спасибо. Спасибо за праздник волейбола. Волейболу жить. Призы лучших болельщиков получили Сергей Семенович Пуньков, один из корефеев болельщинского цеха и юный Рома Дашкевич, чей папа Дмитрий удостоился приза лучшему игроку команды МЧС. Анатолий Полос – лучший в составе Мозырского пограничного отряда. Среди вице-чемпионов организаторы отметили Евгения Родилова. Уже второй год у нас часть команды гомельских игроков, и мы с гомеля ездим каждый тур, здесь очень хорошая атмосфера. Ну и мы как идем по верху по лестнице, в прошлом году третье, в этом году второе. Поэтому надеемся, в следующем году будет первое, будем к этому идти. Заметим, что в составе победителей лучшим игроком был признан Денис Дубровский, а вместе с ним первенство завоевали. Денис Захаревич, Илья Шпаковский, Алексей Капустин, Максим Мартинович, Михаил Литвинович, Константин Прикота, Марк Друзик, Игорь Спиридонов, Сергей Шнитков, Максим и Олег Макеевы. В следующем году мы ожидаем, возможно, 11 команд. Так, желание у людей есть играть. Возможно, что будут две команды из Гомеля. Большие слова благодарности выражаю болельщикам, которые собираются и присутствуют на каждом матче. По словам Сергея Николаевича, большую помощь в организации оказал Евгений Сергеенко. И отдельно оргкомитет благодарит Олег Сергеевича Малащенко, директора с дюшер номер два в спортивном комплексе которого и прошло большинство матчей, захватывающих встреч этого изумительного, неповторимого турнира, который уже во второй раз украсил собой спортивную жизнь Мозрачины волейбольной лиги Полисия.